Спортивно-массовая работа как форма физического совершенствования военнослужащих немыслима без проведения всякого рода соревнований. Такие состязания проходят между воинскими частями и подразделениями нашей страны на постоянной основе. В конце августа один из этапов смотра спортивно-массовой работы Вооруженных сил Республики Беларусь встретил 377-й гвардейский зенитный ракетный полк. Сегодня начался смотр в 10-72 центральных командно-пункте ВВС и войск ПВО. На прошлой неделе смотр принимала 86-я бригада связи и 74-й отдельный полк связи, это западного оперативного командования. Ежегодно, соответственно, от командований, от организаций Вооруженных сил выделяются воинские части, те, которые на своем этапе заняли лучшее место по итогам смотра спортивно-массовой работы. В программе смотра сразу несколько дисциплин. Это бег на различные дистанции, подтягивания на перекладине, метание гранаты, контрольные упражнения на единой полосе препятствий и комбинированное силовое упражнение. Все выкладываются на 100%, ведь от личного показателя каждого военнослужащего зависит итоговая оценка полка. Физическая подготовка является одним из основных предметов Вооруженных сил Республики Беларусь. Веяние времени говорит о том, что, чтобы победить ворга, надо быть сильным, здоровым. И веря на подразделение, которое приходит под мое начало, обязательно знает, что физическая подготовка – это основа успеха. Те результаты, которые показывали на тренировках, они были послабее, чем сейчас. То есть люди настроены, люди настроены на победы, на успех. И, в принципе, мы к этому движемся. Результаты гораздо лучше. К смотру спортивно-массовой работы подход более чем серьезный. Подготовка проходила в усиленном режиме. Случайных упражнений здесь нет, только те, которые могут пригодиться в бою. К примеру, полоса препятствий. За две с половиной минуты солдат должен не только пробежать дистанцию, но и преодолеть расположенные на ней барьеры и преграды. Оказывается, это не надо тысячи шишков делать, чтобы пробежать. Руки в стороны, держим равновесие. Держим. На первый взгляд, простые элементы, но пройти полосу препятствий не так уж и легко. Для этого требуется не только сноровка, но и отсутствие страха. Вот так. По итогам смотра конкурса отличившимся солдатам и офицерам присваиваются спортивные разряды и степени военно-спортивного комплекса. На сегодняшний день физическая подготовка – важная часть обучения военнослужащих Вооруженных сил Республики Беларусь. Евгения Гончаренко, Сергей Пальцев, телеканал «Звязда». Продолжение следует. Продолжение следует.